Всем привет! Меня зовут Майкл Наки и сегодня поговорим с вами о том, как Путин не хочет заканчивать мобилизацию. Надо сказать, что многое, конечно, повидал всякой фигни, но это смогло впечатлить даже меня. Ну, то есть, вместо того, чтобы сказать, что, ну, там, мобилизационные мероприятия не закончены, но прерываются, или выпустить хотя бы какой-то промежуточный указ, власти выбрали очень понятную, но странную тактику. Она заключается в том, чтобы просто делать вид, что никакого указа не надо. Просто делать вид, что мобилизацию можно закончить даже не пресс-конференцией, а каким-то разговором Путина с Шойгу. Давайте по пунктам разбираться с тем, что происходит и почему отсутствие указа об окончании мобилизации говорит очень простую вещь, что мобилизация не закончена, и что она не может считаться таковой и не будет считаться таковой ни среди губернаторов, ни среди военкоматов, ни среди кого бы то ни было. Да, конечно, мобилизационные мероприятия по тому, чтобы людей забирать на фронт, да, чтобы людей вылавливать, там, вручать им повестки и все остальное, они будут на какое-то время прерваны, по крайней мере, в большей части регионов, потому что сейчас идет осенний призыв, осенний призыв на срочную службу. Вообще, назрел какой-то разговор о том, как устроена российская армия, напишите в комментариях, если в таком разговоре есть необходимость, и попробуем тогда сделать, потому что уж очень много у нее получается элементов. Контрактники, срочники, мобилизованные, люди из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые теперь часть России, ну, по мнению Путина, и поэтому они должны быть теперь, ну, как бы интегрированы в российские войска. Отдельно есть ЧВК Вагнер, точнее, псевдо-ЧВК, отдельно есть зэковские отряды группы Вагнера, ну, и еще какие-то соединения. Надо обо всем этом, конечно, поговорить отдельно, но сделаем тогда об этом другое видео. В этом же видео разберем с вами, почему то, что мы наблюдаем, это бред вообще какой-то неадекватный, и почему это очередная ловушка для того, чтобы и сейчас держать мобилизованных и контрактников в УЗДе, и в будущем проводить новые волны мобилизации без дополнительных указов. Для начала, ну, что произошло? Владимир Путин вместе с Шойгу обсудили, что как бы мобилизационное задание выполнено, и мобилизация закончена. Ну, то есть людей больше не будут призывать войска в рамках мобилизации. Они встретились, посидели за столом, и, значит, вот об этом договорились. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленные вами задания 300 тысяч человек выполнены. Никаких дополнительных заданий не планируется. Стал закономерный вопрос, будет ли какая-то юридическая фиксация этого факта, потому что, что называется, первое слово «съел корова», второе слово «съел свинья». И в этом смысле любой, вообще любой военкомат, губернатор и кто угодно еще ориентируется на документы, на нормативные правовые акты, в которых четко указано, чего происходит. Ровно поэтому, когда Владимир Путин выпустил указ о мобилизации, в которых не было сроков, в которых не было оговорено, какого возраста люди, имеющие ли боевой опыт люди, проходившие ли военную службу люди, когда он выпустил этот указ и стал рассказывать, что на самом деле будут призываться только те, кто проходили срочную службу, имеют боевые опыты и все такое, все покрутили пальцем у виска и сказали, что призывать будут всех подряд. Ну, кто был прав, вы видели сами, призывали всех подряд. Людей с проблемами со здоровьем, людей, которые никогда в жизни не служили в армии, людей, у которых не только боевого опыта нет, а даже военно-учетная специальность другая, даже если она была им приписана без прохождения военной службы, просто эту военную учетную специальность меняли в военкоматах или вообще не обращали на нее внимания. Почему? Потому что бумажка в России все еще остается главным и директивным указанием для тех, кто какие-либо исполняет поручения президента. Слова в этом смысле не являются нормативным документом. На них нельзя сослаться в суде, их нельзя предъявить, не знаю, при приходе в военкомат, если вдруг вы туда пришли, не надо туда приходить ни в коем случае. И поэтому очень важно, чтобы были документы. И поэтому Владимир Путин постоянно выпускает всевозможные указы, которые регламентируют те или иные положения. Поэтому без указа об окончании мобилизации никакого окончания мобилизации просто не существует. Более того, мобилизация предполагает несколько вещей, которые теперь подвисли в воздухе. Ну, например, контрактники или добровольцы, или там, значит, добровольцы, заключившие контракт, они называются, во время мобилизации не имеют права отказываться от собственных обязательств и контракта. Ну, то есть, с момента объявления мобилизации отказники официально не могут быть отказниками. Ну, то есть, они не могут просто сказать, все, я навоевался, расторгаю контракт, еду домой. Что теперь с ними? Могут ли они все прям сегодня поехать домой? Более того, люди, которые подлежат мобилизации, которых мобилизовали по указу Владимира Путина, их срок службы тоже никаким образом не оговорен. И как раз они должны проходить службу, они должны воевать. Ну, то есть, они не должны воевать, все это преступно, война преступна, указ преступен. Да, это мы с вами, я надеюсь, уже выучили. Ну, значит, они должны воевать, пока не закончена мобилизация. Если мобилизация закончена, это значит, что мобилизованные могут прям сегодня сказать спасибо большое, очень было здорово, спать на холодном полу, постоянно фигачить водку и погибать, значит, на фронте, хотя вы обещали нас туда не отправлять, но мы домой, очень было здорово, но мы поехали, нам хватит. Этого не происходит, и понятно, что происходить не может, и с такими заявлениями всех пошлют куда подальше. И если бы был указ об окончании мобилизации, то ситуация была бы другая, на него можно было бы ссылаться, и можно было, основываясь на нем, подавать, соответственно, там, я не знаю, документы в военную часть, обращаться в суд и прочее, прочее, прочее. Но покуда нет указа, ничего не прекращено. Более того, поступают сообщения о том, что военкоматы продолжают мобилизовывать людей, людям продолжают приходить повестки. Дмитрий Песков признал это, но назвал инерцией военкоматов. А что за инерция-то такая? Ну, у вас же Владимир Путин с Сергеем Шойгу сказали, что все закончено. Сам Владимир Путин рассказал, что, значит, все тоже закончено. А при этом оказывается, что людей продолжают мобилизовывать. Что это такое? Более того, некоторые журналисты дозвонились на горячую линию Министерства обороны. Та самая горячая линия, куда вы должны обращаться, если у вас по мобилизации есть какие-то вопросы. И задавали разным операторам вопрос, закончена ли мобилизация. Ответ получали все время одинаковый. Мобилизация сейчас закончена или нет? Я вам только что ответил, мама. То есть нет? Мне не важно, какая у вас есть информация. Вы официальная горячая линия. Я вам задаю вопрос. Официально, да или нет? Закончена или нет? У нас нет официальной информации о том, что она закончена. Вот как появится, да мы будем об этом говорить. Ну, то есть даже в горячей линии Министерства обороны говорят, что ничего не завершено. Мы никаких распоряжений не получали. Вот несколько примеров людей, которых мобилизовали уже после вот этих вот разговоров, замечательных Путина и Шойгу. 24-летнему Дмитрию Куценко вручили повестку прямо на работе на фабрике Шуйские сицы, которая до этого предоставила ему бронь. Итак, на секундочку. Повестку он получил 28 октября, в день, когда Шойгу доложил Путину о завершении этой самой мобилизации. Несмотря на то, что якобы была мобилизация завершена, на следующий день Куценко пришел в военкомат, ну, чтобы сказать, ребят, все, мобилизация завершена, а его увезли в воинскую часть в Ковров, в Владимирской области. По словам адвоката, медкомиссию не проводили, хотя у Куценко диагностирована хроническая болезнь. Житель города Батайска Ростовской области получил повестку 27 октября, несмотря на окончание якобы мобилизации. Через два дня он решил явиться в военкомат, чтобы не было проблем. Сказать, ну, мобилизация закончилась, все, так его, ну, принудительно записали в добровольцы. Это еще одна лазейка, которую оставил Шойгу, о чем он прямо говорит Владимиру Путину. Говорит, мобилизация закончена, но добровольцы все еще принимаются. Сколько людей будут такими добровольцами принудительно, сказать не берется никто. В Санкт-Петербурге гражданам продолжают приходить повестки о мобилизации, сообщает издание «Бумага». Продолжается это и в других регионах. Кабардино-Балкарии продолжают вручать повестки. Об этом Сирене рассказал подписчик и прислал видео из поселка Аушигер. Там полиция останавливает грузовые машины на проверку, после чего выдает повестки. Глава Карелии открыто признался, что мобилизация в регионе продолжилась после слов Шойгу о ее завершении. Он назвал это необходимой ротацией, но пообещал, что со 2 ноября уж точно повестки выдавать больше не будут. Чего стоят все эти обещания, думаю, проговаривать дополнительно не стоит. Ну, то есть, как вы видите, никого не впечатлили слова о том, что мобилизация завершена. Почему это происходит? Дело в том, что в указе президента о частичной мобилизации не указано, с какого момента или события он перестает действовать. Более того, в самом указе Владимира Путина в четвертом пункте написана, ну, там использована такая фраза, как «до окончания периода частичной мобилизации». Ну, следовательно, это окончание должно наступить, так или иначе. Но ни о каком окончании в юридическом смысле речи не идет. Более того, может быть, это окончание предусмотрено некоторым числом людей, которых мобилизовали, но в указе президента ничего об этом нет. Есть скрытый седьмой пункт, о котором говорится ничего, говорится, что там указана численность, Песков сказал, но какая численность там указана, никому неизвестно. Это секрет. Указано там, может быть, от 300 тысяч, как говорил Шойгу, до миллиона, как сообщали два различных издания со ссылкой на свои источники. Поэтому выполнило Министерство обороны задание, частично или полностью, неизвестно. Доклад министра президента, то есть Шойгу, и пресс-релизы Министерства обороны нормативной, то есть обязывающей силы, не имеют, пишет Павел Чиков, известный юрист, который занимается темой мобилизации довольно, ну, сам вы его знаете, как довольно давно. Мобилизация 21 сентября началась, в общем, с этого момента он за ней следит. А, собственно, Владимир Путин, который сказал, что ему надо посоветоваться с юристами. Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена, но она завершена, точка поставлена. Ему, видимо, посоветовал сенатор Клишес, который публично сказал, что никакого указа об отмене мобилизации не нужно. Но дело в том, что слова сенатора Клишеса нормативными свойствами также не обладают. И он, как юрист, прекрасно должен это знать. Глобально, зачем выбрана форма такого вот обмана? Дело в том, что отсутствие указа об окончании мобилизации позволяет президенту, министру обороны и любому военкомату а также губернатору продолжать мобилизовывать людей, когда им это взбредет в голову. Потому что, если сейчас выпустить указ об окончании мобилизации, то потом в январе, а это будет, скорее всего, в январе, когда закончится осенний призыв, придется выпускать новый указ о мобилизации. А новое введение каких-либо дополнительных мер всегда громче, чем продолжение старых. Ну, то есть, Владимиру Путину пришлось бы выходить и снова говорить, что я снова ввожу указ о мобилизации. И тогда для многих людей было бы очевидно, что все предыдущие сказанное вранье, и это было бы формально закреплено указом. Теперь же министр обороны Шойгу может сказать, мы получили новое задание, нам нужно набрать еще столько-то людей, никаких новых указов не требуется, кто он сказал, что мобилизация закончена, никакого документа не поступало. Да, это тоже будет вранье, но оно не будет настолько резонансным. Это довольно понятная, не очень хитрая, но действующая схема. Нет, конечно, люди просекут, что их в очередной раз надули, но это будет не настолько ярко и громко, как если бы Путину пришлось это буквально подтверждать своим новым указом. Здесь же ничего не требуется с точки зрения введения нового указа. Вообще глобально, что нас ждет? Мобилизованные, которых мобилизовали сейчас, которых где-то от 300 до 500 тысяч по разным оценкам, мы не знаем точных цифр, этот ресурс закончится, потому что мобилизованных используют как пушечное мясо. Уже есть слишком много свидетельств, чтобы отрицать очевидное. Мобилизованных отправляют прямиком на фронт. Мы видим их в Сватово, мы видим их в Херсонской области, мы видим их по всей линии фронта. И эти самые мобилизованные гибнут пачками в огромном количестве, потому что они не обучены, у них нет экипировки и у них нет никакой способности для того, чтобы быть какой-то настоящей боевой силой. Они нужны буквально как численное преимущество, которое физически своим большим количеством могут усложнять наступление ВСУ. Ровно так их и используют, и ровно поэтому они гибнут в промышленных, можно сказать, масштабах. В ближайшие два месяца, когда будут призывать срочников, которым тоже есть много угроз, о чем я говорил вот в этом видео, потому что срочников используют на территориях близких к линии фронта, там в Белгородской области, в Курской области, они там тоже гибнут. Более того, в начале войны срочники вообще попадали на передовую, чего не исключено в самое ближайшее время. Но, в общем, значит, пока идет этот призыв, мобилизовывать новых людей не будет, более того, разгрузят учебные центры, куда часть мобилизованных все-таки отправляют. Не всех из них сразу отправляют на фронт, ну, запас довольно большой, и в этом смысле они тоже передвинутся на фронт и освободят место в учебках, которые будут уже лучше подготовлены к новой волне мобилизации, которая начнется, скорее всего, сразу после призыва. Более того, об этом прямо говорит, например, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он сказал, что вполне возможно введение всеобщей мобилизации в случае, если обстановка будет развиваться негативно. Она будет развиваться негативно, потому что, да, мобилизованные, которых сейчас мобилизовали, могут замедлить наступление ВСУ, но не могут переломить ход войны. И совсем скоро, поскольку будет продолжаться наступление ВСУ, а Российская Федерация все еще не сможет переломить ход войны, она так и не сможет его в целом переломить, будут мобилизовывать все больше и больше людей. И таким образом, без указа об отмене, частичной в кавычках мобилизации, потому что никакой частичной она не является, есть очень удобный инструмент, чтобы в январе снова начать мобилизовывать. И в этот раз мобилизация будет проходить гораздо жестче. Вы могли заметить это по тому, как проходила эта мобилизация, когда в начале первые две недели люди сами выстраивались в военкомат, потому что еще не понимали, что, во-первых, речь идет про настоящую мобилизацию, что их отправят не там в детские лагеря для взрослых, где они будут просто бухать, веселиться и прочее, а что их отправят на фронт, где они будут помирать. На концу второй недели люди это смекнули, поэтому перестали ходить в военкоматы, и поэтому начались облавы в Москве, в Петербурге, ну и в многих регионах они были и так до этого в тех регионах, где понимали, куда отправляют, например, в Дагестане, где протесты начались с самого начала мобилизации. Интересный нюанс заключается в том, что там в тех регионах, где протестовали больше всего, где мобилизация проходила со скрипом, там снижали мобилизационное задание от Министерства обороны, поэтому буквально чем больше регион не хочет мобилизовываться, тем больше шансов, что в рамках мобилизации там будут призывать меньше и меньше людей. Так вот, новая волна мобилизации, когда уже все поймут, к чему идет дело, когда все поймут, что мобилизация это путь в один конец, что это путь в могилу, тогда, собственно, будет больше мобилизации в жестком варианте с облавами и всем остальным. Сейчас максимально пытаются сделать вид, что мобилизация закончена для того, чтобы люди, ну, кто уехал, вернулись, кто уехал там за рубеж или кто уехал, там поменял место жительства и чтобы, что называется, расслабились, чтобы потом их было проще мобилизовывать. В связи с этим даже происходят достаточно комичные ситуации. Вы, наверное, слышали о том, что депутаты и сенаторы от партии «Единая Россия» разработали законопроект об уколовном наказании для уклонистов от мобилизации. Они предложили ввести штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов за 1-3 года, также принудительные работы и лишение свободы на срок до 5 лет. Почему вообще такой законопроект понадобился? Потому что, когда мобилизацию объявили, вдруг выяснилось, что если ты не получаешь повестку, то тебе ничего не грозит. Это сохраняет, кстати, до сих пор и для срочников, и для мобилизованных, и для всех на свете это никуда не денется. Но если тебе вручили повестку, то ты, соответственно, должен прийти в военкомат, если ты не приходишь. И вот тут был момент, который они проглядели. Он заключался в том, что если ты даже получил повестку, но не пришел в военкомат, максимум, что тебе грозит, это штраф до 3000 рублей. То есть, уголовной ответственности не было. Существует 328-я статья, уголовная, где, если ты не пришел по повестке в военкомат, тебе грозит вот это вот самое наказание, которое они внесли законопроектом. Но есть нюанс, это работает только на срочников, нобилизованных не работает. И даже попытались одного такого человека привлечь по этой 328-й статье, но, значит, не получилось, потому что эта статья регламентирует только тех, кто по срочной службе. Более того, те, кто возбудили это дело, получили по шапке, дисциплинарное взыскание. И поэтому этот нюанс решили устранить таким законопроектом. И по соавторам законопроекта, и по партии, которая предложила «Единая Россия», мы видим, что это не пиар законопроект, который иногда вносится. Ну, знаете, когда просто пошуметь, чтобы о тебе заговорили. То есть, это подготовленная инициатива, и с ней все понятно. Однако, эту инициативу довольно быстро завернули. Буквально тем же днем, когда о ней рассказали. Почему ее завернули? Потому что власть всеми силами пытается сделать вид, что мобилизация закончена, при этом не подписывая указ об ее окончании. И это очень сильно контрастировало. Все посмотрели на эту и сказали, а вы точно хотите закончить мобилизацию? А зачем тогда нужна эта статья? И поэтому довольно быстро сказали, что это все какая-то ошибка, и сенатор Клишис заявил, что введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент не актуально, но при этом подчеркнул, что в законодательстве есть очевидный пробел. То есть, что это значит? Что сейчас решили, что не надо ломать общую концепцию, но этот законопроект существует, и как только соберутся проводить новую волну мобилизации, или в тот же день, когда ее начнут проводить, просто довольно быстро примут в трех чтениях. Такой опыт есть. Они законопроекты могут принимать за один-два дня, и президент их на следующий день подписывает, и они вступают в силу. Поэтому они, что называется, спалились по своим планам. Совершенно очевидно, что мобилизацию они будут продолжать. Это исходит и как из их поведения, потому что они не заканчивают ее, просто не подписывают документ. Даже если мы представим на секундочку, что они действительно верят, что не нужно никакого документа, то нет никакой проблемы просто подписать любой рандомный указ. Если вы думаете, что указы президента как-то строго регламентируются, это не так. Владимир Путин ежедневно, ну не ежедневно, ладно, но довольно часто подписывает всякую хрень, которая и выглядит сомнительной, и указы максимально расплывчатые. Если бы они действительно хотели дать людям понять, что мобилизация закончена, если бы они хотели, вот честно, вот бумажка, они бы это сделали. Они этого не делают с умыслом. И второй момент, почему мобилизация точно будет, почему мобилизация будет до окончания войны и почему она не закончена, это потому, что военная необходимость не отпала. Более того, военная необходимость, она в этом смысле мобилизация не перевернет игру, но она позволяет Путину выигрывать время, позволяет оттягивать момент, когда будет освобожден Херсон, когда войска ВСУ пойдут освобождать уже большую часть Донецка и Луганских областей. И поэтому мобилизация никуда не денется. Ну, просто нет у России в представлении Путина другого выхода. Почему я все это рассказываю? И вообще, зачем нужен этот ролик? Нужно понимать, что российские власти, которые обманывали 23 года, российские власти, которые обманывали последние 8 месяцев, не изменились. Если вы не верили им тогда, если вы хоть раз ловили их на лжи, то обратите внимание на все те факты, которые я перечислил, и поймите одну простую вещь. Никто не собирается заканчивать мобилизацию. Я знаю, что есть разные люди, которые смотрят мой канал. Есть люди, которые действительно понимают, что эта война, это преступление. Что нельзя идти убивать людей, граждан суверенного государства, просто потому, что Путин приказал. Что эти приказы преступны. Что нельзя обстреливать гражданскую инфраструктуру. Даже в условиях агрессивной войны, это военное преступление. Да и в целом нельзя вести эту войну. Она преступна по своей сути. Владимир Путин просто вторгся на территорию другого государства, и российские войска убивают там людей. Мирных, немирных это даже не очень важно, потому что, ну а чем солдаты ВСУ, которые пошли защищать свою землю, своих родных и близких, того, чтобы не было новых буч, отличаются от мирных граждан. Это тоже простые ребята, которые жили спокойно на территории своей страны, пока туда не вторгся Владимир Путин со своей армией. с российской армией, которая убивает там людей. Не говоря уже про мирных, которых тоже российская армия убивает. Прямо сейчас Российская Федерация постоянно обстреливает города Украины, объекты гражданской инфраструктуры и кичится этим, что самое поразительное, то есть это буквально признается на государственном уровне, что Россия занимается террором, ну то есть уничтожением невоенных объектов, гражданских объектов. Это военное преступление с любой точки зрения, и уж тем более с точки зрения международного права. И большая часть моих подписчиков, я надеюсь, это понимает, и понимает, что даже там независимо от собственных воззрений идти воевать и убивать этих людей неприемлемо. Но наверняка есть и люди, которые, скажем так, не столь эмпатичны, и которые считают, что, ну, если сказали надо, значит надо. Так вот, эти люди должны понимать, что мобилизация коснется лично их, и что их шансы выжить в рамках этой мобилизации крайне малы. Умереть можно как в учебке, так и на линии фронта. Уже есть сотни прецедентов. Ну, публичные, официальные, известно о десятках, да, как минимум 100 человек уже погибло. На самом деле, в разы больше. И по темпам, собственно, смертей, и по тому, где находится российский мобилизованный, в Сватово, например, на самом деле, речь идет уже о сотнях. Просто система довольно медленно их переламывает и переваривает. И еще медленнее мы получаем информацию, ну, потому что Российская Федерация зачистила полностью поле и говорит, что все, кто говорят не так, как говорит Министерство обороны, это люди, которые фейки распространяют. Поэтому, независимо от того, за Бутина вы, против Путина, за войну, против войны, вашей жизни угрожает опасность. И, может быть, было бы и не жалко этих людей, которые готовы идти убивать на чужую землю, но просто, к сожалению, из-за своего масштаба и количества эти люди заберут с собой людей, которые ничем не заслужили этой смерти. Да и те, кто идут, убивают. Часть из них обмануты, часть запуганы. Не то, чтобы это вызывает во мне много эмпатии, но, тем не менее, надо признать, что российская государственная машина довольно многое сделала для того, чтобы подавить человеческую волю и затуманить человеческий разум. Однако, главное, что я хочу донести, мобилизация, которую объявил Владимир Путин, имеет начало, но не имеет конца. Нет никакого указа, нет никакого окончания мобилизации, нет никакого документа. Военкоматы продолжают рассылать повестки. Горячая линия Министерства обороны говорит, что мобилизация не завершена. Никакого документа нет и не будет, потому что мобилизация будет идти до тех пор, пока не закончится эта война. Да, в какие-то моменты активнее, в какие-то моменты пассивнее, как сейчас из-за срочного призыва, но она никуда не денется, и вы должны это осознавать при принятии тех или иных решений. Ну а с вами был Майкл Наки, о мобилизации мы, безусловно, еще поговорим, и будет скоро видео про всевозможные бунты и драки, которые происходят среди мобилизованных, и как это все устроено, и дедовщины, и смерти, и прочее. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не ради моего тщеславия, а для распространения этого видео, ну и поддерживать этот канал вы можете на Патреоне, ссылка будет в описании. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok